всем большой привет и сегодня я хотела просто также продолжать поделиться пришла такая идея в голову что есть два типа поведения первое мы делаем то что нам нравится в первую очередь мы делаем то что мне нравится и уже во вторую мы делаем то что надо и другой тип, когда мы в первую очередь делаем то, что надо, и потом уже делаем то, что нравится. Так вот, я сейчас сделала такой вывод, что в принципе логично и то, и то. То есть я не говорю, что то что-то правильно, что-то неправильно. Просто для меня сейчас я поняла, что вот я в состоянии такого, знаете, полная стагнация, полное отсутствие какого-либо вообще, в принципе, энтузиазма, драйва, да, такое вот грустное состояние. Я думаю, но я все равно делаю по привычке, что вот сделать то, что надо, и только напоследок оставить то, что хочется. Ну, то есть в таком состоянии. И исходя из того, что энергии нету, сил нету, мотивации нету, то, что надо, делается плохо, без какого-то, знаете, жизни, в принципе. И то, что нравится, уже просто не остается на это силы. И я не знаю, насколько это правильно, насколько актуально мне перестраивать сейчас мою жизнь на второй тип. То есть сначала делать то, что нравится, даже если это, ну, с точки зрения разума, нелогично. И только уже потом, когда сделал то, что нравится, опираясь на то, что это должно дать энергию силы делать то, что надо делать. Опять же, конечно, здесь разум всем в помощь, да, время, место, обстоятельства, как говорится. То есть нельзя так, что все мы бросаем, все важное, да, потому что мне это не нравится. И делаем только то, что какой-то бред, опираясь на то, что оно мне нравится. Нет, конечно же, не так. Ну вот этот вот момент, как действительно выпутаться из какого-то такого плена апатии, да, когда, ну, мне писали, там, спорт надо делать, когда уже тело реагирует плохо. И да, действительно, это, наверное, так оно и есть. Другое дело, что, чтобы делать этот самый спорт, на него тоже нужны силы. Более того, каждый раз, когда я утром делаю спорт, там, хожу пешком, да, не силовые нагрузки, то есть просто спорт. Я потом реально полдня просто лежу в позе мертвого, потому что у меня банально нет сил, кроме как, там, не знаю, сидеть и просто смотреть сериал. Может быть, просто такой период, да, то есть я вообще ни разу не не отрицаю этот момент, что в жизни у нас есть разные периоды. И, понятное дело, энергия, которая из нас полыхала в 15 лет, ее же не будет уже, допустим, в 35 и в 55, да, уж тем более в 75. То есть в жизни есть определенные периоды и, наверное, определенные задачи под каждый период, не знаю. Это не значит, что там в 70 жизнь закончилась, нет, конечно, но даже биологически все равно наше тело, конечно же, меняется со временем. Может быть, пришел тот момент, когда мне надо в первую очередь опираться на какие-то вещи, которые мне нравятся. Может быть, может быть, тогда и все как-то ладится, знаете, все начнет как-то меняться, само собой. Пока я еще не поняла этого. Но факт остается фактом, что то, что я дошла уже до такой позиции, да, что сначала делать то, что нравится, это говорит о каком-то таком... Все равно это вдохновение, да, потому что если мы находимся вообще в глубочайшей депрессии, то у нас даже хобби уже нету. То есть у нас уже даже нету дел, которые нам вот нравятся. Я была в этом состоянии, это ужасно. То есть даже то, что нравилось, уже просто не вызывает никаких эмоций и уже все-все-все становится рутиной. Это ужасно, это правда ужасно. То есть я уже на неком подъеме. Все равно, как ни крути, это все равно уже подъем. Может быть, пока еще маленький и не так очевидный, но все-таки это уже какой-то рост. Будем надеяться, что дальше будет еще лучше. Пока, правда, непонятно, честно. А еще я вспоминаю себя пять лет назад. Меня прям раздражали люди, которые находятся в таком вот сонливом немножко состоянии. Хотя я сама очевидно такая же. Но почему-то мне вот прям казалось, что как можно так жить? Как можно так жить? Видите, жизнь рубанок знатный. Есть такая поговорка, что если мы что-то не понимаем, мы обязательно попадем в эту ситуацию, где мы будем находиться в роли главного героя. И обязательно нам придется понять, как оно так бывает. Вот так и бывает. Да, то есть, собственно, не мудрено. Не мудрено.